Новая высота индекс Мессбиржи впервые поднялся выше отметки 2600 пунктов. 21 мая 2019, 18-22. Михаил Калмацкий. 21 мая индекс Мессбиржи обновил исторический максимум и впервые превысил психологическую отметку 2600 пунктов. По словам экспертов, во многом рекордный рост индикатора связан с увеличением мировых цен на нефть. При этом инвесторы рассчитывают получить высокий объем дивидендов от российских компаний, что также позитивно сказывается на биржевых котировках. Любопытно, что удорожание акций в РФ происходит на фоне заметного удешевления ценных бумаг развивающихся стран. Как объясняют аналитики, фондовый рынок России оказался менее восприимчив к усилению торговой войны США и Китая. Во вторник, 21 мая, в ходе торгов на российском фондовом рынке индекс Мессбиржи впервые за всю историю наблюдений поднялся выше психологической отметки 2600 пунктов. Во второй половине дня индикатор прибавил порядка 1,7% и в моменте достигал уровня 2619 пунктов. В середине торговой сессии лидерами роста стали акции компании нефтегазового сектора. Так, бумаги «Газпрома» росли в цене на 4,14%, «Татнефти» на 2,67%, «Лукойла» на 2,64%, «Роснефти» на 2,52%. Такие данные приводит сайт московской биржи. Как отмечают опрошенные аналитики, одной из причин удорожания акций российских компаний и рекордного роста биржевого индекса стало повышение мировых цен на нефть. По данным биржи «Айс» в Лондоне, на сегодняшний день нефти эталонной марки «Брэнд» торгуются выше 72 доллара за баррель. С начала года стоимость сырья выросла примерно на 35%. По словам старшего аналитика БКС премьер Сергея Суверова, инвесторы положительно восприняли итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК-плюс в Саудовской Аравии 19 мая. Как ожидается, участники соглашения продлят сделку по сокращению добычи нефти. Нефтекартели и его партнеры могут продлить сделку, чтобы компенсировать увеличение добычи углеводородов в США. Подобное решение ОПЕК-плюс может вызвать дальнейший рост мировых цен на нефть. Дополнительным стимулом для повышения котировок может также стать усиление санкций США в отношении Ирана, пояснил в беседе С.А.Т. Сергей Суверов. По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК-плюс министр энергетики Саудовской Аравии Халет Альфа-Лех заявил, что между ОПЕК и союзниками существует общее понимание о необходимости мягкого сокращения запасов нефти, сообщает. Апрельский разгон, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в понедельник. 8 апреля, индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 2555 пунктов. Это значение стало рекордным за всю историю. Любопытно, что позитивная динамика российских индексов заметно отличается от общего тренда развивающихся рынков. На фоне обострения торговых отношений между США и Китаем ключевой индикатор фондовых рынков стран с развивающейся экономикой, индекс MSCI Emerging Markets. С начала мая потерял уже более 7% и опустился ниже отметки 1000 пунктов. Согласно оценке управляющего партнера, Алексея Кириенко, торговое противостояние Вашингтона и Пекина помогло укрепиться российскому рынку ценных бумаг. Как объяснил эксперт, по мере усиления тарифного противостояния штатов с КНР инвесторы меньше оценивают риски возможных антироссийских ограничений со стороны США. Эксперты также отмечают, что тарифный конфликт Соединенных Штатов и Китая напрямую не влияет на экономику России. Более того, по мнению аналитиков, Москва может выиграть от противостояния двух стран, например, увеличив поставки энергоресурсов в КНР, если Пекин сократит покупку сырья у США. На этом фоне, как полагает Сергей Суверов, индекс Мосбиржи продолжит свой рост в условиях дорожающей нефти. Согласно прогнозу эксперта, к середине июня индикатор может достичь новой рекордной отметки 2650 пунктов. Как ожидается, в ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к саммиту G20, который пройдет 28-29 июня в Японии, и возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению Суверова, положительный исход переговоров и дальнейшее снижение напряженности в отношениях двух стран поддержат российский рынок и будут способствовать росту котировок.